Хочу показать, как расцвела розочка. Смотрите, какая красивая. Какая красота. Так, надо цветочки полить. И я хочу сходить на пляж. Так, сейчас я возьму маску. Я отработала. Слушайте, там такие люди такие глупости пишут. Вообще такие глупости пишут. Какие за 300 евро я работаю? Я не работаю за 300 евро. У меня в этом месяце 600 евро получилось. При том, что я всего 4 часа работаю в день. 4 часа. И потом у меня свободное время. Господи, люди вообще, чёрт, чёрт. Ещё, говорит, вы там въёбываете, как это, как негры. Так мы же за деньги-то въёбываем-то вообще-то. Мы за хорошую жизнь въёбываем. За чистую природу. За такой прекрасный вид из окна. Мы въёбываем. Мы знаем, за что вы... А за что въёбываете вы в России? Я не знаю. Вот мы въёбываем, платим налоги. То есть мы платим налоги. У нас чистота, порядок. Значит, у нас медицина бесплатная. То есть, пожалуйста, страховая медицина бесплатная. Что ещё сказать? Садик дети идут с 3 лет бесплатно. Школа бесплатная. На самом деле бесплатно. На самом деле бесплатно. Ну, что сказать? Я не знаю. Нам рестораны доступны. Нам вся эта брендовая одежда доступна. А что вот вам там в России доступно? Какой-то маленькой кучки людей, которые, наверное, присосались к чиновникам, которые чиновников, может, обслуживают там. Каких-то там... Они только хорошо живут. А простой народ, особенно в провинции, живёт очень плохо. Очень плохо. И вот... Ну, зачем вот это вот визжать и писать, вот эти вот глупости? Ну, кому вы что хотите доказать? Уехала, говорит, и там сидит, рассуждает. Так я из этого и уехала. Поэтому я и уехала. Потому что я хочу жить достойно, как живёт человек. И, говорит, вы там въёбываете, как негры. Да тут негры получше ваших бизнесменов живут. Даже не представляете, как здесь негры живут. Они здесь прекрасно живут. Вам и не снилось, как они здесь живут. Оставьте это уже про негров, что... Негры уже, по-моему, нигде не въёбывают. Негры уже, по-моему, привилегированная раса скоро будет. Ну, тут я сейчас комментарий прочитала, у меня просто слов нет. Ой, ну я прекрасно понимаю, что этот комментарий пишется не для меня. Ну, естественно, не для меня. Эта женщина работает кремлюботом. У меня уже никаких сомнений нет. Это какая-то Черёмухина она, или, не знаю, Нина какая-то Черёмухина. Не запомнила я. Вы работаете кремлюботом. Потому что вот все ваши комментарии, они прямо шаблон... Вот у меня пять лет уже канал. Они все идут одним шаблоном. Одним шаблоном, одно и то же, одно и то же. Вот вы бы хоть там как-то, ну, немножко бы что-то вот другое бы поменяли. Но вы вот все заходите и пишите всё одно и то же, одно и то же. И вы пишете это не для меня. Не для меня. Вы пишете это для людей, которые случайно зайдут посмотреть про Испанию. Вы это пишете для них. Для них вы это пишете. Потому что человек, он как бы слышит то, что по телевизору бла-бла-бла-бла-бла. И он, значит, заходит, какую-то другую информацию получает от видео, значит, там, ну, блогера. А потом он спускается в комментарии, и там какая-то Нина вот Черемухина вылазит и начинает писать, что это всё враньё. Это всё враньё. Чтобы, да, чтобы человек вздумался и подумал, нет, всё-таки, наверное, телевизор правду говорит. Так что знайте, что вот все эти вот комментарии, они идут по шаблону, по шаблону. Вот какой самый главный шаблон? Первое. Ты там работаешь поломойкой. Какая разница, кем я работаю? Какая разница? Здесь, здесь, если ты имеешь работу, хоть какую, ты уже хорошо живёшь. Какая разница, кем я работаю? А вот вы что думаете, женщина, которая вот работает в магазине, маленьком магазине, за неё там никто ничего не убирает. Она все эти полки убирает сама, протирает пыль и сама пол тоже моет. Она тоже по-вашему поломойка получается. Потом я на рецепции работала, тоже свою рецепцию сама убирала. Здесь, здесь нет такого, это престижная работа, это не престижная. Здесь люди, человек, где хочет работать, какие способности есть, есть учиться на юриста, там будет адвокатом. Есть там способности, ну, когда риэлтором будет, пожалуйста, доктором, всё, учись. Учись, и ты будешь, Крестов куда-то полетел. Учись только, и всё, и ты, ты это получишь, ну, если у тебя есть способности, если диплом, всё, ты здесь получишь это. А что в России? Там вот пишут, вот пишут она, ой, мой сын, вообще он такую работу нашёл, да я там, я богатая. Знаете, я не поверю, что человек богатый, обеспеченный, который живёт в России, зачем-то полезет на мой канал, какой-то там про Испанию канал, и вдруг начнёт писать, что я там, блин, это, а я, а я, знаете, вчера на Марс летала. А я могу вам всем сказать, хорошо вы там все обеспечены, богатые, и прекрасно живёте, и вокруг цветущая, значит, Россия, люди все богаты, а я вам скажу, а я вчера на Марс летала. А вы знаете, я вчера по Марсу гуляла, то же самое, то же самое. Ну ладно, просто, просто пользуюсь случаем, что я, значит, здесь, там, в Лурете, у меня здесь всё-таки интернет есть. Сейчас вам, смотрите, портеро, вот пошёл с пылесосиком. Он портеро. А вы что тоже скажете, что вот он, это, поломойка, нищая, или чё? Он всё делает, у нас бассейн чистят, туалет у нас там мужской, женский, он его тоже моет, эти моет, лестничные площадки у нас моют. И вы что тоже про него скажете, что он поломойка, что ли? Да он, знаете, сколько зарабатывает, он полторы тысячи зарабатывает. У него машина есть и квартира в Жероне. Ну, в общем, всё, ничего не доказать. Ну, ладно, до свидания. Такое у меня сегодня видео будет, маленькое. Ну, сегодня у нас, я забыла сказать, может, не поздоровался, здравствуйте, в общем. На эмоциях не поздоровался. И у нас сегодня четверг. Какое число? Наверное, 30-е. Завтра уже будет 1 октября. Ладно, до свидания. Продолжение следует.